И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем Бладвест, и дабы не терять время, я снова пришел сюда в подвал сразу же перед записью. Погнали! Тут много всякой фигни водится, как я посмотрю. Нафига себе, он на воздухе завис, а кстати, ружье тоже могу забрать. Это какая-то то ли тюрьма подземная, то ли что это такое, так блин, открывайся, вот. Да, кстати, патроны стали складываться не по 15, а по 16 штук в пачку, то есть ну на один больше, все-таки. Бля, что-то есть места такие интересные, какая-то тюрьма подземная. Я вижу тут ход, и там коктейль молотова. Бам, подзатыльник, нечего к проходу спиной стоять. Так, отдавай то, что у тебя есть, а там, там другой проход, ну да, нам, короче, нужно в то место, где паутинка была, вот здесь. О, это та девочка, что ли? Ну-ка, ну-ка. Твен. Да ладно, не рычи, а дичала совсем, что ли? Ты кто? Твен, отстань. Что ты здесь делаешь? Ничего. Пойдем в лагерь? Нет, не сейчас, моя кукла пропала, нужно найти. Если я найду потерянную куклу, то Твен согласится пойти в лагерь. Неплохо. Мне это напоминает девчонку из фильма «Чужие», где она пряталась по вентиляциям от чужих. Вот примерно то же самое. Тоже какая-то пещерка небольшая, тут у нее, она здесь сныкалась от этих тварей. Так, это ничего, это свечки. Так, а что тут, один выход, что ли? А, нет, вот второй выход, все правильно. Это и есть выход на ту сторону. Ой, бля. Прах к праху, лежать. А тут? А тут ничего, что ли, нет? А, нет, есть бинтик. Вот это заныкали. Хрен бы я его нашел. А, по четыре штуки бинты теперь складываются. Ну, кайф. Так, молотов можно попробовать использовать на ком-нибудь. О, монетка. Или кусок золота. Это... Это что-то обход какой-то. О, пульки. Нет, тут не обход. Ну, это кто-то зубы потерял. В конце коридора. Гори. А там... Кто-то еще есть. Сейчас я селу-то с него выпала. That's a nice little thing. Хилка. А, это потому что морда срезана чьё-то. Топор. О, жбан крокодила. Непонятно нахрена. Башка свинота. Мозги какие-то. Бля, чем мы тут занимались-то? Там был еще проход, да. Сейчас. Быстренько все разобрать. Поубирать. Хилка. Ну, ладно, пускай здесь пока будет. Ой, бля, как с местом-то тяжко. Так, это сюда, сюда. Вообще, можно было бы и динамит взять, наверное. Так, это сюда. Это сюда. Так, что это такое? Пораженный, скверный мозг. Раздутый и, очевидно, пораженный мозг. Омерзительный и мягкий на ощупь. Что-то подсказывает, что дополнительный мозг улучшит твои когнитивные способности. Но действительно ли одна голова хорошо, а две лучше, когда речь идет об одной шее? Увеличивает прирост опыта на 25% шансов поломки после использования. Ну, его продать надо нафиг, да и все. Так, топор. Три бакса. Он дохера стоит. Его надо выкинуть к чертной матери отсюда. Он не нужен. Монетка. Монетка это все-таки положим сюда. Вот. А, вот еще одна. Ну, хоть какое-то подобие, порядка удалось навести. А вот, кстати, и сейф. Это не кукла с лучшим? Никогда не знаешь, когда пригодится. Ну, тут все забито. Ой. Тяжелые патроны. Взрывчатые, ни хера себе. Патроны крупного калибра со взрывной пулей. Когда тебе однозначно и наверняка нужно стереть в пуль то, что попало в прицел. Взрыв наносит 300 урона в радиусе 5 метров. Блин, какой-то гранатомет уже дико западный. Ну, как-то поперескладывал. Тут, да, место освободилось, кстати. И, блин. Золотой болт. А тут же болты лежали. Вот тут простые лежали, да? Да. Блин, не тот контейнер. А, оно ж 3 занимает место, блин. Ну, короче, туда только зубы пихать. Ладно. Да, кукла Твен. Я нашел куклу. Нужно вернуть ее Твен. Пойдем возвращать. Интересно, будет ли какая-то подстава здесь или нет. И, кстати, это какой-то выход такой интересный. Погодите-ка. Надо сбегать к ней сначала. А потом вернуться и посмотреть, куда этот выход ведет. А, это, кстати, тупик. Я не сюда пошел. Так, где этот выход был? Вот он. А, точилка. Так, твоя кукла. Моя кукла! Это ты нашел ее? Спасибо. Теперь ты пойдешь в лагерь? Ага, пойду. До свидания. Я нашел Твен. Она должна вернуться в лагерь. Хорошо. С девочкой разобрались. Я не знаю, как она будет возвращаться по болотам. С другой стороны мы там все вычистили нафиг. Там сейчас должно быть безопасно по тому маршруту идти. Давайте смотреть, куда ведет вот это. Это выход наверх, наружу. И, кстати, куда этот выход? Ведет. А! Нифига себе! Так это пещера рядом с этим. С причалом. Тут на причале что-то оставалось. А! Ну, тоже топор. Трехдолларовый. Ладно, заберем. Теперь, что по задачам у нас. Ходят слухи, что существует средство, которое может вылечить любую болезнь, какой бы тяжело она ни была. Может быть, я смогу найти его? По ком звонит колокол? Это, кстати, название песни Металлики. В поисках улик я должен поспрашивать местных и проверить, знают ли они что-нибудь о проклятии или о чем-то связанном с ним. Прокачка навыков ноль. Ну, че, телепортируемся. Так-так, ты нашел обоих. Приятно удивлена. Возможно, я ошибалась на твой счет. Прими мою благодарность. Погоди. Благодарности свои потом. Давай сначала купи у меня всякую хрень, не нужно. Вот. Все продали. Все готово. Сейчас можно эти боеприпасы выложить. И посмотреть. Очень может быть, что пора на спецбоеприпасы реально переходить. Их уже много. Их прям очень много стало. Ну, противопризрачное. Не знаю. Должно хватить. Так, это бронебоины. Эти взрывные. Огненные дробовые патроны. Золотые револьверные. Золотые дробовые. Ух, блин. Так как, кстати, они складываются по 16, можно чуть-чуть их в кучку скинуть. Так, ну я небольшой оптимизон провел. Так, да-да-да. Обычные патроны, короче, немножко можно уже продать нафиг. Давайте поговорим с ней. Пожалуй, правильно говорят. Не суди книгу по обложке. Ну, да, у тебя обложка такая выдающаяся. Я ищу нечто странное, извращенное или, возможно, проклятое. Есть идеи? Оглянись вокруг. Что здесь не выглядит проклятым, извращенным или просто странным? Но мне кажется, я помню кое-что исключительно необычное. Ты видел то странное дерево на холме над нашим лагерем? Ага, дерево. Ну, это не просто дерево. Чем бы это дерево ни было раньше, я видела подобного тебе, который разговаривал с ним перед тем, как оно покрылось корой. Если хочешь узнать что-нибудь о том, что ищешь, то тебе наверняка туда. Ага, нужно поговорить с кем-то возле большого дерева, которое растет на холме. Ясно. Это где-то кто-то наверху тут должен быть все-таки. А значит, дерево здесь стояло не просто так. А еще мы с девочкой, кстати, не поговорили. Она же тоже, может, нам что-то задание какое-то даст. Или что-то расскажет. О! Ты кто? Человек в дереве? Ничего себе, блин. Ибо не делаю добро, которое хочу, а зло, которого не хочу. Сие продолжаю делать. Эй! Остерегайтесь ослепленных гневом, ибо они волей судьбы угодили в ловушку. Есть кто-нибудь? Я ходил долиную смертной тени. Теперь я смотрю на это болото и вижу, что в нем ничего не осталось. Ты знаешь, что за зло терзает эту землю? Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир лежит во власти лукавого. Пожалуйста, говори простым языком, это очень важно. Ищи к того, кто не живет, но продолжает быть. Он был подобен тебе, но был уничтожен. Части его разбросаны в землях этих. Он, нет, мы пытались бороться со здешним злом. Нужно поговорить об этом с тотемом душ. Так, какого-то неудачливого охотника зло растарантинило, разбарабанило и раскидало по болоту. Видимо, нам этого человека теперь нужно собрать. Надо поискать тут девочку. Она где-то тут должна быть. Вот она. Привет. Я видела, как большой монстр пришивает к себе кожу. Он носит людей, как мы носим одежду. Расскажи мне про... Взрослые много болтают. Расскажи еще о себе. Что рассказывать? Ты здесь сама по себе? Где твои родители? Только я выжила. Отец научил меня очень давно. А где твой отец? Он пошел готовить ритуал, чтобы напугать демонов. Сказал, что вернется, когда сделает. Ритуал? Он был шаманом? Да, сильным. Он с духами разговаривал и демонов отпугивал. Все его уважали. Твой отец сделал тебе эту игрушку? Ага. Он ее сам сделал, чтобы защитить меня от злых духов. Откуда ты? Жила в деревне с остальными. Деревни не стало. Теперь я здесь. Давай еще кое-что спрошу. Еще болтаешь? Болтать скучно. Как тебе удалось выжить? Спала в норах, пряталась от всего, что больше кролика. Папа рассказывал, как готовить еду, как читать землю, какие травы собирать. Еще слова? Расскажи про Аннабель. Мне она нравится. Иногда она расчесывает мне волосы и поет песенку. А про священника? Когда он пьет святую воду, то становится спокойнее. Ненадолго. А что это за мужик в дереве? Странный, покрыт корой, но не прячется. Он дерево или человек? Вопросов больше не имею. Скучно тут. Но уж извини. Выбирай, либо тебе весело, либо безопасно. Тут хотя бы безопасно. Хм. Надо поговорить с тотемом. Давайте поговорим. Болото! Ненавистное нам место! Грязь, ряска, гудение тысяч насекомых. Если бы мы обитали в бренной оболочке, мы бы сошли здесь с ума. Я слышал о другом восставшем, восставшем вроде меня. Он сражался со злом в этих местах, но впоследствии исчез. Ха, интересно. Здесь есть следы такой сущности, но мы не знаем точно, где она находится. Такое впечатление, что она повсюду. Подожди, что если этот неживой был порублен на куски? Это бы объяснило, почему его присутствие ощущается так повсеместно. Почему он все время ускользает от нас? Но теперь, когда мы знаем, что искать... Где мне его искать? И зачем? Погодь, был еще один восставший, похожий на меня. Ты должен что-то знать о нем. Мы не знаем. Он был не нашим орудием. Поэтому мы не ведали, что он здесь. А теперь вернемся к главному. Да, мы что-то чувствуем. Незначительные следы, но это лучше, чем ничего. Внутри фермы по разведению аллигаторов. Разоренного кладбища возле города и пещер, которые неизвестное племя использовало для проведения ритуалов. Найди там что-нибудь, что может быть связано с этим восставшим стрелком и принеси нам. Угу. Обыскать великую пещеру. Обыскать кладбище. И обыскать ферму аллигаторов. Интересно, это одно задание или все три надо выполнить? Крик возмездия. По словам Татамадуш, к югу от лагеря находится оскверненное место проведения ритуалов. Какой-то конкретный предмет в том месте кажется слишком шумным для духов. Это может быть частью восставшего, которого я ищу. Могильщик. Еще одна подсказка Татамадуш, часть сущности восставшего, могла быть спрятана местным могильщиком. Последний когда-то жил за деревней на востоке от лагеря. Очарование чудовища. Татамадуш направил меня в сторону фермы аллигаторов неподалеку. Что-то там похоже носит следы восставшего. Потревожит мертвецов. Мне нужно собрать предметы, связанные с неживым, моим предшественником. Если собрать достаточное количество, возможно, удастся узнать о местном проклятии и его происхождении. Вот. Сюжет интересный, пошел. Надо сохраниться. Вообще меня пугает название Великая пещера. Там, блин, бродить не перебродить, наверное. Пойдемте посмотрим, что у нас ближайшее есть от нашего лагеря. И главное, чтобы это была не пещера. Ну да. Это пещера. Ферма аллигаторов либо кладбище. А, вот еще, блин, проведение ритуала, пещера культистов местным могильщикам. Да, вот это вот кладбище, который жил в деревне, за деревней на востоке от лагеря. Можно пойти сюда. Тут еще и кровать рядом. Это, это город. Это все город. Вот это вот большое. Бля, какая тут местность немаленькая. Не, реально, первый эпизод был короче. Да, еще нужно завернуть. О, кстати, дом на дереве. Тут даже не залезть. это деревня рыбаков, я сетки вижу. Вы там были вообще? Может, да, может и нет. Вроде были. Нужно постоянно сверяться с картой, но как будто бы нам сюда. Вот прямо сюда куда-то. здесь. Ага. Это где-то два, еще одна площадка на дереве. Ну да, это где-то здесь. Ой, бля, ой, бля, ой, бля, 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 ни хера, ни хера. Ну-ка, золотые патроны, иди сюда. Серебряные патроны, иди сюда. Ну, это дух какой-то. Я ружье возьму. Это дух ковбоя? А, интересно. А, о, опять брошь багряная. То есть можно еще типа бабла наколотить, да? Давайте вот так сделаем. А перчатку я пока сюда уберу. Что-то отвалился очень быстро. Готов. Ну, я думаю, что в револьвере пока оставить противопризрачный, патроны или нет. Золотые можно зарядить, их все равно мало. Как раз на один барабан. Это сюда. Ну, да, плюс 10 бачей, каждый выстрел уж бан это плюс 5 баксов. баксов. Ну-ка. Так, теперь нужно поворачивать направо. откуда это мы пришли. Это блядь. Так и запарил. Это какая-то это, блин, ферма, что ли? Да, похоже на ферму. в голову попал. Можно эту ферму осмотреть. Только из-за этих зарослей огородных не видно ни черта. А вон еще один. Готов. Ой. Ущелье какое-то. Так, что-то мы тут кровоточим так неприятно. Интересное место. А это куда я ушел вообще? На, ну так мы пришли куда надо. сука, заебал. Так будет проще. Ой, блядь. Там деревянный виндига шарахается. Это не очень хорошо. его можно подпалить, конечно. Так, полечиться еще. Вот, как раз должно восстановиться здоровье почти полностью. бинты, хилка. лови. это виндига. лови. Лови. На, нахер в голову. Это кислоты. Фу, блин. еще одно зеленое сердце. Давайте смотреть, куда это все поубирать нафиг. Вот. Да, где-то что-то должно быть тут. за кустами сныкались ублюдки. Даже не видно. Ай! Я что, по кислоте еще бегать не могу? Типа она так и будет лежать разлитая. Ну, хорошо тут ничего нет. Вижу тут тоже какие-то великие пещеры, блин. А, вот, теперь эти штуки складываются по две. Я понял. поеду. 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 пиявочники какое-то здоровое логово культистов тут бля но выходить мы будем скорее всего там сверху кто-то есть а так собственно блин кровотечение бля и тут великие пещеры ощущение что это она и есть но это не она вроде как да тут на на каждая пещера является великой так перекладываем быстренько все это какая видит а вон ты где на блин бушбан кто-то попал кто-то прямо рядом сейчас топал вот здесь да ну нахер ебать стада кто-то еще есть что люди пещеры пещера чуть-таки обжитые все и и кровати тут тебе есть блин и припасы какие-то бочки может они тут давно уже жили всякие нехорошие там агавка топор 40 стоит так второй зуб топаем дальше а бля какое место здесь со всех сторон могут о ё-моё вот они козлы эти и это падла есть опыт блин опасное место а у меня простые патроны на револьвер кончаются ну и ладно ничего такого прям страшного патронов еще полно для еще кто то есть но вот толстого ни хера нет так мы нашли то что искали тут есть кусок лучше отнести это к тотему душ а револьвер в кобуре а можно как-то это из кобуры его извлечь чтобы им пользовался вот пока все по перескладываешь блин вообще я один хрен хочу это место за чистить чтоб потом уже это то что я искал какую-то саблю я ее не искал от лежала давайте посмотрим сабля популярны у кавалеристов по всему фронтиру этот прочный клинок обеспечивает хорошую достигаемость и бескомпромиссный урон врагу он основной атакой 10 второстепенный 30 стоит 150 нифига себе дорогая сабля ух бля сабля опять же огненные патроны всякие вот так а это у нас тень совы типа чтобы краса лучше динамит воду тут сколько вкусняшек розовый сироп повышает здоровье ну блин повышение здоровья такое не сказать чтобы сильно прямо надо во всяком случае не сичка вам да ни хрена крокодилы блин ни хрена я хотел сказать тут блин пещерка спускай сюда спускаются а интересно а динамит потух что ли в воде да ну нахер что-то я не подумал про такой исход хотя это логично рубля реально динамит потух прикол главное что он не взорвался его можно подобрать ну ладно буду знать так чё по боеприпасам огненное можно зарядить ух ты ух ты ух ты тут есть разрывные еще два счета разрывных вообще копейки дают очень мало ну это очередная шахта но на шахтеров эти ребята как-то не очень похоже так вижу боеприпасы да блин блин места нет то ну нафиг да не есть место блин я освободил а тут еще место нужно блин вот ну практически идеально но если что-то еще найду то там уже борода мне блин я не возьму хотя возьму ну целых 50 стоит за . все блин ключ так 30 бочей здесь 16 здесь вообще три нафиг эти болты да кстати по поводу оп вот сортировать ну блин сортировка здесь беспонтовая тут она сортировала не так чтобы сэкономить первом место как-то так блин алкашку придется выкинуть хотя ладно чушь восстановим здоровье так это выход наверх а жопа горит да ну блин а у них могут быть артефакты вот эти так вот это 10 баксов стоит ладно это мелочи хайбля хереть пещера это вообще похоже на какую-то арену учеба шахбой а откуда нет отсюда нет отлично потратили патроны сэкономили место вот это что такое 4 ветра рукоять этого томогавка на ощупь вполне реальная а вот лезвие не совсем может показаться что она целиком отсутствует но если сосредоточиться материализуется в результате какого-то волшебства использовать такой топорик в полную силу явно не получится но нанести им хороший урон все равно можно и что самое приятное его можно бросать не боясь потерять не тратится приметание а и стоит 750 блин я даже был блин хз и как это сюда бы так это бздынька впихнуть не впихуем и как говорится только так как-то так ничего себе хорошо что в тетрис в детстве играл тут должна быть кровать тут кровать где вообще блин наверху что ли где-то ладно пусть бежит еще зубы да сколько их тут чё ты там блин балаболит чё-то еще я чё-то там тебя удачи чё я могу сказать так артефакт стоит вроде бы столько же может быть и подороже где они какого хрена их так много ладно особо один места там вообще кровать где-то в той стороне в смысле она в той стороне патроны мне бы сумку или две мне бы грузовик или два короче еще пересложил тут еще немножко место освободил так в принципе были ладно эликсир совы сейчас выпьем чтобы на некоторое время нас меньше замечали все еще еще отсюда выход блин и пытаюсь найти где кровать вообще расположена так это что такое меткий выстрел резкий запах специи какой-то другой примеси которую сложно распознать ударять в нос как только ты открываешь эту бутылку но чтобы не было внутри эффект от содержимого потрясающий дарующий способность с легкостью совершать невероятные выстрелы увеличивают точность стрельбы на 50 процентов на 240 секунд увеличивают эффективную дальность стрельбы на 30 процентов никто не знает кем и где изготавливается это зелье но несмотря на это она стала чрезвычайно популярным по всей пустоши востребована всегда не подводит никогда бля это конечно все очень хорошо но мне бы блин все таки найти эту гребаную кровать что все такое запутанное вот что-то куда-то вышел вроде да куда-то вышел ладно еще место сейчас освободим я уже не знаю кто из нас больше напугался он или я я не знаю кто из нас больше напугался он или я баночка блин потерял голову буквально так где по карте мы находимся вообще вообще где-то в ебенях от кровати я что-то блять потерялся нахрен еще один голову потерял блять сколько у вас тут уроды офигеть так разряжаем перезаряжаем место освобождаем вот ну что ружье теперь вход видимо вот нахера себе вышел куда-то к реке ну в смысле к болоту так где кровать блять очень может быть потому что по карте находимся мы прямо близко кстати вот это место блин нашел наконец-то а переход какой-то выйти ну вот можно теперь возвращаться просто там еще осталось до черта лута вот навел порядок наконец-то тут получается в сундуке луна сколько места освободил тут немножко лишние банки были плюс еще складываться все стало в большее количество стаков а сейчас можно будет еще лишнего продать во блин охренеть и кстати черепушки я бы черепушку еще одну взял патроны на ружье на револьвер можно вот так сделать ну вот уже что-то так давайте отдадим татому запчасти от человека да будем заканчивать мы чувствуем что от тебя несет мертвичиной это то о чем мы думаем вот владелец должно быть любил этот пистолет больше своей жизни и забрал с его помощью много других молодец что нашел его ха да этого предмета будет достаточно иди тебя ждет работа подожди ты это чувствуешь что-то движется что-то огромное похоже мы разворошили змеиное гнездо что бы это ни было его сила колоссально мы чувствуем связь между его пробуждением и вещью которую ты нам принес это значит что мы на верном пути и даже не думай пытаться бороться с этой тварью она сейчас слишком сильно вот почему нам нужно чтобы этот восставший вернулся из своего беспробудного сна ну да в его мозгу может хранится мудрость которую мы ищем что то что позволит нам поразить чудовище хе хе поразить чудовище о ааааа там что-то большое шарахается я бы посмотрел на это так деду иди тут 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 интересное что то есть связываться нам с ним нельзя где-то что-то топало или мне казалось ой 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 это елки-палки вот это и есть and курильщика что это за хрень что-то деревянное ожило короче ладно давайте наверное закончим тут понятно нафига тут вообще столько куриных голов для телепортации и столько черепков этих от ворон чтобы этой твари не попадаться под руку хорошо какая-то блоха гигантская я не знаю все связываться мы с ней не будем о кстати еще одна черепушка на этом пока что закончим все всем спасибо за внимание с вами был тихо макс это был блатвест и всем до новых встреч всем пока 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 Продолжение следует...